ПОВАР НА ДОМУ Итак, сегодня я не устраиваю засады на покупателей в супермаркете. У меня для вас кое-что поинтереснее. У этого молодого человека сегодня важный день. Меня зовут Гриф Гилберт. Я живу вместе со своей девушкой здесь, в районе Сильверстрендж Бич. Я хочу, чтобы вы помогли мне удивить ее и приготовить особенный ужин. Вы можете спросить, по какому поводу? Дело в том, что на десерт я хочу подать кольцо с бриллиантом и сделать предложение. Ладно, он уже идет. Нам надо спрятаться. Хорошо, закройте дверь. Он нам немного помешал. Когда он будет бриться, мы войдем туда и гре к ним. А вот и мы. Будем готовить ужин. Надеюсь, ему понравится. Горячее полотенце уже на лице. Входим. Привет, Гриф. Привет. Как дела? Все в порядке. Я бы пожал вам руку, но не знаю, где она. Вот. Как поживаете? Хорошо. Я получил ваше письмо. Продолжайте, пожалуйста. Можно я присяду? Конечно. Итак, вы рассказали, что у вас есть замечательная девушка по имени Кристи. Все правильно. И что же, вы собираетесь изменить свою жизнь? Да, мы встречаемся уже два года, и сегодня я хочу сделать ей предложение. Как вы себя при этом чувствуете? Я волнуюсь, но уверен в своем решении. Я спрашиваю, потому что я холостяк. Ясно. Я был женат, так. Представляете, сегодня вечером вы скажете, я хочу, чтобы ты стала единственной женщиной. и до конца моей жизни. Да. Это очень важные слова. Я знал ответ уже в первую нашу встречу. Вы, очевидно, уверены, что она ответит «да». Да, я знаю. Готово, сэр. Спасибо. Сегодня важный день, дружище. Удачи. Спасибо. Пока. Давайте, Гриф, выпьем кофе и обсудим наш план. Отличная идея. Расскажите мне, что вас интересует. Еда должна быть особенной. Что предпочитаете? Испания, Германия, Франция? Наверное, Франция. В институте она изучала французский, если я не ошибаюсь. Она немного говорит во французский. Приготовим блюдо из говядины. Я научу вас тушить ее в красном вине. Хорошо. А что на закуску? Она очень любит гребешки. Приготовим гребешки по-провансальски. Ладно. Это простое блюдо, но очень вкусное. С петрушкой, чесноком и лимонным соком. Звучит аппетитно. А потом можно подать сырную тарелку с подходящим вином. Вам должно понравиться. Прекрасно. Трудно поверить, что у вас до сих пор нет жены. Это сложно верить. Здесь замечательные сыры. Все не местные. Кроме этого, его делают из коровьего молока. Смотрите, это листья каштана. Сыр заворачивают в них, чтобы придать особый вкус. Отлично. Мы можем взять весь кусок? Конечно. Большое спасибо. Спасибо. Пойдемте. Да. Мы купили все продукты. Отлично. А кольцо уже есть? Да. Правда? Да. Не терпится все увидеть. Заходите. У вас красиво. Ну, вы и романтик. Уже рассыпали лепестки роз на кровати. Все готово. Вы просто чемпион. Значит, осталось только приготовить еду? Сегодня все блюда будут напоминать Прованс. На закуску мы готовим морские гребешки а-ля Провансаль. Основное блюдо – нежная говядина, тушеная в красном вине, которую мы подадим с палентой, приправленной базиликом. На десерт у нас будет сливочный сыр из Прованса с лавандовым медом. Итак, времени остается все меньше. Как вы себя чувствуете? Знаете, на кухне я начинаю волноваться. Понятно. Это ваш конек. А можно посмотреть в кольцо? Конечно. Хочется взглянуть. Это кольцо его бабушки, семейной реликвии. Девушек обычно беспокоит размер. Мне очень интересно посмотреть на него. Вот оно. Какое красивое. Вы только посмотрите. Я подам его на десерт? Да. Договорились? Да. Положите его в надежное место. Итак, мы начнем с говядины. Это самое популярное мясо в Провансе. Да. У нас есть замечательные овощи. Морковь, репчатый лук, лук-шалот, чеснок, сельдерей. Эти травы очень любят в Провансе. Ну и, конечно, майоран и розмарин. Понюхайте. Очень приятно. Чудесно. Они нам пригодятся для говядины. И потом, конечно, мы, не торопясь, будем тушить ее в красном вине. Ведь это будет неторопливый романтический ужин. Отлично. Сейчас нам предстоит немного грязной работы. Ничего? Вот наш кусок мяса. Кажется, что он довольно жесткий. Не правда ли? Да. Универсальное правило гласит, чем мягче мясо, тем проще вкус. Чем оно плотнее, тем вкус изысканнее. И тем, чем мягче мясо, тем более вкусы. Неужели? Запекание в красном вине придаст совершенно необыкновенный вкус мясу. Ясно. Возьмите нож. Так. Сейчас мы его разделаем. Найдите небольшой карман. Так. Отлично. Проткните его снизу. И отрежьте в одном направлении насквозь. Вот так. Снимаем пленки. Слава богу, что вы пришли. Что бы я без вас делал? Что бы я без вас делал? С едой у нас все в порядке. Меня беспокоит, каков будет ответ. Она придет? Она уже знает об ужине? Да. Она думает, что сегодня я познакомлю ее со своей сестрой. Надеюсь, все пройдет благополучно. Я тоже. Прекрасно. Теперь нам надо нарезать его на большие куски. Когда вы готовите мясо, оно немного ужаривается. Ясно. Если порезать мелко, то потом куски будут слишком маленькие. Я слегка присыплю его мукой. Если переборщить, то получится ужасно. Я понял. Так что старайтесь. Хорошо. Вы очень спокойны. Я волнуюсь даже больше вашего. Я спокоен, потому что вы со мной. Вы пробовали сказать ей что-нибудь по-французски? Нет. А как вы скажете, я прошу тебя выйти за меня замуж? Само предложение? Да. Я собираюсь встать на колено. Правда? Думаю, что в этот момент я уже ничего не буду слышать. У меня кругом пойдет голова. Я только буду надеяться увидеть ее кивок в знак согласия. А потом я обниму ее и надену кольцо. Понятно. Спасибо. Сегодня замечательный день. Пусть все будет так, как задумано. Ваше здоровье. За вас. Итак, я разложу мясо по кусочкам. Не надо класть очень много на сковороду. Вот так. Чтобы жарилось со всех сторон. Именно так, да, понятно. У нас должен получиться такой приятный золотистый цвет. Пока все это подрумянивается, мы займемся овощами. Овощи не надо резать слишком мелко, чтобы к концу они не превратились в бесформенное месиво. Ясно. Это все понадобится для мяса, да? Да, да. Все это обязательно нам пригодится. Конечно же. А теперь расскажите, вы договорили, что за нею заедет такси, которое вы заказали. Я сказал, что перед приездом сестры мне надо кое-что переделать в гостиной. А потом, я надеюсь, когда она увидит, как здесь все преобразилось, она поймет, сколько труда я вложил. И вот тогда вы прекрасно вместе отдохнете, да? Да, все это покажут по телевизору, учтите, сколько людей это увидят. Мне все это посоветовали мои родные. Они мне всегда помогают. Я младший в семье. Ну, конечно, о вас заботятся. Да. А у вас братья и сестры есть? Да, есть старший брат. Он женат, и у него недавно родился сын. Здорово. Это значит, что я стал дядей, и я очень горжусь этим званием. Я считаю, что у меня самый симпатичный племянник в мире. Ну, понятно. Я шучу и говорю, что он похож на меня. Все удивляются, как это. Кристи, наверное, уже в пути. Бабушки на кольцо готовы, и самый важный вопрос скоро будет задан. Да. Кровать усыпана лепестками роз. Да. Кажется, мы все предусмотрели. По-моему, да. Воздух просто напоен любовью. Таким же ароматом проникнута французская кухня. Я приехал сюда, чтобы приготовить ужин-сюрприз для девушки Грифа. А он приготовил важный вопрос. Видите, как оно темнеет? Да. Какой красивый цвет. Пора вынимать мясо. Самое вкусное осталось над ней. Видите? Да. В этом соке мы приготовим овощи. Давайте. Правда? Да. Видите эти аппетитные остатки от жарки мяса? Да. Мы добавим немного оливкового масла. Так. Теперь бросим лук-шалот и чеснок. Никогда не думал, что грязная посудина может быть такой ценной. Верно. Добавим пару веточек розмарина целиком для аромата. Так. Теперь бросайте сюда морковь и сельдерей. Отлично. Это придаст пикантность. И ставим на огонь. Минут через пять мы услышим потрескивание. Ясно. Мы положим туда мясо, добавим красного вина и забудем на какое-то время. Отлично. Вот так. Что ж, пора открывать вино. Прекрасно. Над этим названием надо потрудиться. У меня не очень хорошее французское произношение. У меня тоже. Шато Револет. Это вино из Прованса. Отлично. Чувствуете аромат? Хочется прямо залезть туда с головой. Да. Красота. Понюхайте. Чудесно. Просто опьяняет. Замечательно. Красное вино заставляет ароматы подниматься с самого дна, пропитывая мясо. Через пару минут вино выпарится, мы накроем крышкой, и все будет готово. Великолепно. Одно дело сделано. Отлично. Так. Ну что ж, что у нас дальше? Три-четыре. Мясо пускай потихоньку доходит, а нам пора заняться гребешками. Это она? Да. Алло. Привет, дорогая, как дела? Хорошо, я отдыхаю и жду тебя. Ты думаешь, минут через 45? Примерно так, да? Ну хорошо. Пока. Итак, у нас остались гребешки. На закуску будут гребешки по-провансальски. Это жареные гребешки на томатной подушке. Сначала блэншируем помидоры. Бросаем по одному в кипящую воду на 10-15 секунд. Чтобы они не сварились, вынимаем и опускаем в холодную воду. Так. Теперь кожуру можно снять без труда. Смотрите, что получается. Потом разрезаем помидор на четыре части. Отрезаем ту часть, в которой семечки, и оставляем вот такие кусочки из мякоти. Это самое вкусное в помидоре. Теперь надо все порезать. Так. Вы, наверное, хотите переодеться перед ужином? Ну, я думал об этом. Ничего, если я уйду? Пожалуйста, я здесь все закончу. Наденьте что-нибудь модное. Обязательно. Интересно, что Гриф сейчас чувствует? Наверное, убеждает себя, что не надо волноваться, что все будет в порядке. Но волнения не скроешь. Неожиданно начинаешь нервничать и терять самообладание. Надеюсь, что я не забуду слова, когда придет время делать предложения. Честно скажу, все поджилки трясутся. Даже не знаю, что дальше будет. А, вы вернулись. Я уже начал волноваться. Да, я тоже. Я подумал, где же он? Уже пора появиться. Что еще осталось? Помидоры я подготовил. Еще надо порезать немного петрушки и чеснока. Как вы себя чувствуете? Нормально, но все равно волнуюсь. Она ведь уже скоро будет здесь, да? Она уже здесь. Она пришла. Все идите сюда. Давайте, ребята, быстрее. Не подходите к окнам. Давайте, поторапливайтесь. Сюрприз. Боже мой. О, Господи. Кристи, ты шутишь? А вы все в порядке? Я в шоке, да? Привет, Кристи. Здравствуйте. Я Кертис. Приятно познакомиться. Мне тоже. Как выживаете? И давно вы это задумали? А ты не догадывалась? Нет. Гриф позвонил мне и попросил помочь. Невероятно. Приготовит красивый ужин. Не может быть. Мои поздравления. Пока Гриф помогает Кристи пережить первый сюрприз, я приступаю ко второму. Посмотрите. Я придумал, как все сделать. У меня есть вот что. Я накрою это блюдо крышкой. А когда буду подавать десерт, то положу кольцо на тарелку Крис. Так, теперь устрицы. Добавим морскую соль и немного перца. Возьмем горячую сковороду и капнем оливкового масла. Не увлекайтесь маслом, гребешки не должны в нем плавать. Их надо просто слегка обжарить. Дайте маслу растечься по всей сковороде, ставим ее на огонь. Снизу появляются корочки, и они становятся золотистого цвета. Теперь ставим сковороду в духовку на одну минуту и переворачиваем. Смотрите, какая красота. Добавим немного раздавленного чеснока, пусть он слегка обжарится. А теперь буквально капельку перно. Это ликер с анисовым вкусом. Его производят в Провансе. Несколько листочков петрушки. Здесь у меня помидоры. Выдавим немного лимонного сока. Совсем капельку оливкового масла. Вот так. Хорошенько перемешаем. Ставим на маленький огонь, чтобы прогрелось. Это совсем недолго. Так, все, помидоры готовы. Берем гребешки и кладем их сверху в помидоры. А поверх всего делаем небольшой кустик из зелени. И поливаем оставшимся соком. Теперь это можно нести нашим влюбленным. Чудесно, мы уже проголодались. Все для вас. На закуску вам предлагаются морские гребешки с петрушкой, чесноком и перно. Прошу. Замечательно. Ничего себе. Выглядит красиво. Какие они огромные. Приятного аппетита. В меню сегодняшнего ужина жареные морские гребешки а-ля провансаль. Объедение. Очень вкусное. Такое легкое блюдо. Просто фантастика. Пока они наслаждаются гребешками, я нанесу последние штрихи на основное блюдо. Это полента, наш гарнир. Она готовится из кукурузной муки, соли, сыра и сливочного масла по вкусу. Я добавляю немного базилика. Это действительно простое блюдо. Я подам поленту с этой изумительной говядиной, тушеной в красном вине. Раскладываю по тарелкам. Все, готово. Можно нести. Итак. Как красиво. Это основное блюдо. Это говядина. Мы знаем, что это одно из самых любимых ваших блюд. Мы ее тушили в красном вине, которое вы тоже любите. В качестве гарнира предлагаем сочную поленту. Красота. В качестве основного блюда мы приготовили тушеную говядину в красном вине с майраном и розмарином. У нас очень хорошее красное вино. Мы тушили мясо в таком вине. Спасибо. Я поставлю вино сюда. Приятного аппетита. Очень вкусно. Оригинальный вкус, правда? Да, просто тает во рту. Точно. Итак, подошло время десерта. И вот что мы сделаем. Мы подадим замечательный провансальский сыр. У меня здесь немного изюма. Я просто положу его рядом. Это мед, который сделан из лаванды. Теперь понадобится немного хлеба с изюмом. Главная хитрость – нарезать его тоненькими кусочками. Вот так. Все просто. Это и будет наш десерт. Это сюда. Последние штрихи к последнему блюду. Сейчас, минуточку, украсим блюдо лепестками. А в центр поставим вот такой десерт. Пожалуй, это один из самых важных десертов, которые мне приходилось подавать. А вот и он. Прошу, ваш десерт. Это десерт? Прошу. Вот это да. Под этой крышкой, Гриф, у нас великолепный сливочный сыр с изумительным хлебом с орехами и сухофруктами. И еще немного изюма. Отлично. На десерт мы подаем сливочный провансальский сыр с лавандовым медом. А под этой крышкой… Гриф, я думаю, вы сами объясните. Хорошо. Здесь нечто совершенно особенное. Чтобы приготовить это, пришлось вложить много времени и любви. Это то, что в моей семье передается из поколения в поколение. Я хочу подарить тебе это в знак своей большой любви. Ты мой лучший друг, и я люблю тебя больше всех на свете. Потому что ты мой лучший друг, и ты мой любимый человек в мире. Кристин Роулс Риммон. Ты что, серьезно? Ты выйдешь за меня? Да, да. Да, да. Она сказала да. Да. Кто бы мог подумать. Прекрасно подошло. Отлично. Поздравляю. Большое спасибо. Это замечательное французское шампанское. Выпейте его вдвоем. Спасибо. Будьте счастливы всю жизнь. Спасибо. Было приятно с вами познакомиться. Берегите друг друга. До свидания. До свидания. За нас. За нас. За долгую, счастливую, совместную жизнь. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Правда здорово. Она сказала да. Это все потому, что еда была замечательная. Все чудесно. Договорились? Мы женимся? Да, да, да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok